Белоснежные стены обрамлены красными линиями, которые подчеркивают устремленность храма к небесам, словно стать самого Георгия Победоносца. Сегодня уже невозможно представить центр нашего города без Георгиевского храма. Его история началась 7 декабря 2004 года, когда митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий выбрал место для будущей церкви. Два года заняли строительные работы и в 2007 состоялось торжественное освящение. В сентябре мы будем праздновать 15-летие уже не просто храма, а 15-летие общины Георгиевского храма. Ведь, как гласит русская пословица, церковь, она не в бревнах, а в ребрах. Да, то есть самое важное это не стены, а самое важное это люди, которые приходят в храм и получают утешение, наставление, поддержку. Главная святыня храма – икона Георгия Победоносца. Этот особо почитаемый на Руси православный святой еще и покровитель воинства и символ русской доблести. Выходные и праздники служба проводится в верхнем храме, а в остальные дни – в нижнем. Когда думали, в честь кого должен быть наименован нижний храм, то владыка благословил, чтобы он был наименован как раз в честь новомучеников, то есть новых мучеников и исповедников церкви русской, то есть всех тех наших с вами предков, которые пострадали в годы гонений в 20 веке. Среди прихожан Георгиевского храма не только видновчане, но и жители других городов – москвичи. Эти намоленные стены всегда дарят покой и душевную радость. Храм здесь замечательный, батюшки. Здесь замечательные женщины, которые матушки за свечным ящиком работают. У меня внучка просто ходит сюда и говорит, пойдем к тете. Здесь очень хорошая ведется работа с детьми, я считаю. Вот ждем, пока подрастет, чтобы отдать ее воскресную школу. Для меня вот этот храм, он стал каким-то своим, уже родным. И я прихожу сюда в такие минуты, когда мне нужна поддержка или мне хочется поделиться своей радостью. Расширенный сюжет о Георгиевском храме смотрите в ближайшем выпуске передачи «Дорога к храму». Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.